С самого утра в зале городского Дома культуры радостное оживление. Дети и подростки, увлечённые цирковым искусством, приходят сюда, чтобы научиться различным видам жонглирования, хула-хуппингу, езде на моноколесе, почувствовать себя настоящими артистами и зарядиться позитивом. Кто-то только начинает постигать азы мастерства, другие, несмотря на юный возраст, выполняют достаточно сложные элементы. Руководить процессом Владимир Бычков, он же идейный вдохновитель, создатель и основной тренер. Наша студия начала свою работу с 2016 года. Мы где-то одновременно приняли это решение, просто моя дочь, мы решили, что она будет заниматься маленькими детками в студии хула-хуппинга, Пупси-хупер мы так и назвали её, да. И я вот по предложению городского центра, директора городского центра, пришёл сюда, и мы на базе здесь открыли студию жонглирования. Каждый ребёнок разный, и кого-то получается очень быстро научить, у кого-то на первом занятии всё сразу получается. А есть такие детки, у которых сначала вообще ничего не идёт, но это потом, когда они немножко подрастают, развиваются, у них тоже уже начинает всё получаться. И, в общем-то, всем нравится, даже если у них не с первой секунды всё получается. Студия и её отдельные участники постоянно концертируют, выступают на городских мероприятиях, благотворительных акциях и проектах, различных конкурсах и фестивалях республиканского и международного значения. За время существования уже есть свои достижения, маленькие и большие победы. Коллектив не собирается останавливаться на достигнутом, ведь на базе студии с каждым годом становится всё больше профессионалов, которые с удовольствием делятся своим опытом. Я универсальный артист цирковой студии, потому что я и жонглёр, и холохупер, и езжу на моноцикле. Выступала много где. То есть я занимаюсь пять лет, и за эти пять лет я научилась многому в этом коллективе. Занимаю первые места на конкурсе. Один из последних – это был цирковой фестиваль среди всех коллективов Беларуси. Мы увидели, как выступает Ксения Владимировна на конкурсе. Мне очень понравилось, я захотела сюда прийти. Я занимаюсь уже здесь три года, и как только я сюда пришла, моя жизнь разделилась на до и после. Стало гораздо больше выступлений и хороших эмоций. Яркие эмоции и позитив – это именно то, чего никогда не бывает много. У руководителя студии большие планы на будущее. И кто знает, может быть, через несколько лет именно эти люди станут основой нашего Брестского городского цирка. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Буктовая.